Я приветствую с новым днём, дорогих зрителей. Весь утро Карачаево-Черкесия продолжает вещание. О какой будет погоде, мы сейчас узнаем. В Карачаево-Черкесии ночью без осадков. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Во второй половине дня порывы, в том числе и при грозе, 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5-10, в горах 0-5, днём плюс 23-28 и местами плюс 14-19 градусов. В северных районах высокая пожароопасность. В Черкесии ночью без осадков. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Во второй половине дня при грозе порывы, 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7-9, днём плюс 26-28 градусов. Высокая пожароопасность. Тему семейные ценности дети и родители обсудили за круглым столом. Участниками дискуссии стали специалисты Северокавказ-Стата, Министерства труда и социального развития, педагоги и психологи, а также студенты многопрофильного колледжа филиала города Черкеска. На мероприятии отметили, что семья является основой государства и ключевым элементом социальной стабильности. Поэтому важно сохранить традиционные семейные ценности для страны. Они будут служить прочным её фундаментом. Источником исследования и представления об образе жизни каждого человека говорят цифры, формирует данные Росстат. Изучая количественную сторону массовых общественных явлений, можно будет иметь картину и о её качественной стороне. Как мы знаем, Владимир Владимирович Путин объявил год 2024 годом семьи. И повсеместно мы видим, что проходят мероприятия, посвящённые именно вот этой тематике. И в Северокавказ-Стат мы тоже решили проявить, ну, мы проявили желание участвовать в этом мероприятии. Потому как наша главная задача в статистике – это формировать официальную статистическую информацию обо всех явлениях общественной жизни, в том числе и демографических процессах. И, естественно, жизнь семей, она проходит через наши цифры также. И мы захотели поделиться своей информацией специальной статистической с заинтересованными пользователями и понять, насколько она им доступна. В Карачаево-Черкесии проведён конкурс профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. Полицейские по делам несовершеннолетних состязались в огневой физической и служебной подготовке. В ведомственном теле сотрудники отдела профессиональной подготовки МВД проверили участников на уровень владения навыками стрельбы из табельного пистолета Макарова. В сборке-разборке боевого оружия, а также знания тактико-технических характеристик ПМ в спортивном зале Министерства конкурсанты выполнили специальные упражнения на выносливость и скорость. На третьем этапе испытаний участники прошли тестирование по правовой и служебной подготовке. Кто стал победителем, мы расскажем в следующем информационном выпуске. Сегодня на нашем канале смотрите программу «Живет в сердцах» об участнике специальной военной операции «Курмане Башкаеве», погибшем, исполняя свой гражданский долг. Начало в 16.30. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести на карчаевском языке», затем программы «Карчаевская редакция». Более подробно о новостях сегодняшнего дня в следующем информационном выпуске в 14.30 вместе с Муратом Джанкёзовым. Я с вами прощаюсь. Удачи и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok